Повезло ли вам с партнером? Я уже неоднократно отвечала. Мне повезло с партнером. Очень многие, как это ни странно, меня жалели. Боже, бедная девочка, как тебе не повезло, как тебе тяжело. Я на самом деле до сих пор не могу понять, почему мне это говорили. Потому что я считаю, что это действительно подарок судьбы, как я уже говорила. Потому что танцевать с таким человеком, как Сережа, общаться, проводить много времени. Ведь мы провели практически три месяца в месяц. Три месяца за дня в день. Вот у нас единственный выходной был воскресенье, когда мы просто отсыпались, лежали. Еле-еле поднимали себя к вечеру с постели. И то с усилиями большими. Три месяца провести с таким человеком бок о бок. Я могу сказать, что я очень много всего для себя взяла. И Сережа очень многому меня научил. Несмотря на то, что я была тренером, да, я была мы друг друга учили. Да, да. Мы учили друг друга. Я понимаю, почему девочки там жалели Аню, говорили, что не повезло с партнером. Дело в том, что они, эти девочки, представляют танцы, как бесконечное поднимание партнерши в воздухе, парение. И они вот видят, как Никита Джигурда или Андрей Тикий поднимают своих партнерш. Им кажется, как это здорово. Тук захватывает. Они думают, что это аттракцион. А ему в голову не приходит, что партнерша, будучи в руках у партнера, находится в таком колоссальном набрежении. И ей нужно держать форму вот этого окружения. Уметь сгруппироваться, так что партнеру было легко самой не упасть. Это так кажется сверху, вернее, со стороны, да, с дивана, что вот партнер крутит, и как хорошо. А одно неровное движение партнерши, и в каких бы руках она не была сильных, партнерша может это полететь вместе с партнером. Потому что здесь нужно соблюсти баланс. Баланс силы, равновесие пропорций, веса партнера и партнерши. Одно неверное движение, да, не отклонился назад или чуть дал вперед, и все, и вся фигура полетела. А им кажется, что это хорошо, как это, ой, меня поднимают, я в руках сильного мужчины, как бы за тобой кайф. Они думают, что это сплошной секс-танция, а это прежде всего труд колоссальной девочки. И партнерша, когда она находится в воздухе, да, на спине ли партнера, в руках ли, она, мне кажется, испытывает даже в некотором роде страх. Потому что как, да, ведь она же тоже в образе, она же не как бревно там должна быть, она же должна и голову держать, и руку, да, и ногу тянуть. А как же? Но, и вот они когда видели, видимо, когда Аня поднимала меня, особенно в танце с Людовиц, вот это вот вращение, они, ой, как мне повезло, она поднимает партнера, а не наоборот. Вот, и им кажется, что это страшно, что это вообще дико и ужасно, а что, что плохого, собственно. И это был очень интересный трюк, и больше его никто не повторил, кстати, из других партнеров, из других пар, в других парах не было подобных, поддержив подобных трюков, когда партнерша держала, или в номере Мани Мани, когда я кружился вокруг талии, и держался за бедра, за талию, за бедра Ани, это было потрясающе совершенно, это очень интересно, так что, что значит не повезло, по мнению этих девочек, очень странно, вообще такие рассуждения... вам с партнером, то есть не было таких, ну, подтверждений, как, что вам не повезло. Ну, наверняка, подскудно имелось в виду, что не повезло, потому что, когда партнер, да, я уже стал делать поддержки, то они не были такими сложными, как у других партнеров, естественно, мы не могли рисковать, и ту одну поддержку мы готовили сложно, и она у нас получалась, получалась, а когда включили музыку, и стали номер прогонять уже набело, поддержки не получилось, то есть у меня вон до сих пор, вот, могу показать, до сих пор, да, локоть, локоть, да, вон, какая болячка, до сих пор побаливает, кстати, рука. Так что, ну, это все, все падают, все в синякат, все в ушибах, это не то слово. Так что мы работали, мы пытались сделать очень многое, и сделали все, что могли, безусловно. Катюша спрашивает, Сергей, собираетесь ли вы посетить Крым, вас там ждут? Ой, да, я собираюсь посетить, и меня очень много людей приглашает в Крым. Сначала меня пригласил в Крым Серега, и его родители, Серега, рэпер, на X-Factor, с которым мы якобы враждовали, видели бы люди, как мы общаемся с Серегой, и как мы встречаемся, это мы так враждовали, мы обнимаемся и целуемся, он познакомил меня со своими родителями, со своей женой, он их всех перевез, и детей, и родителей, и жену перевез в Крым. И папа его, Василий Васильевич, приглашал меня в Крым отдохнуть, и Серега тоже приезжает к нам летом. Я говорю, ну, надо вот найти время, потому что летом у нас съемки X-Factor, я с удовольствием приеду в Ялту, у них там в Ялте никто, вот, и отдохнул. Елена, хореограф, моя поклонница, которая писала невероятные совершенно пожелания, и столько было от нее похвал, совершенно восхитительно. Лена тоже приглашает в Ялту. Ну, в общем, зовут, зовут, зовут людям, и мне это очень приятно, что вот так оценили и наши танцы, и мое участие в этом, и то, что мне удалось возбудить в людях какую-то нежность по отношению к себе, заботливость. Это так проботевно, это так важно, и это дорогого стоит. Я это очень ценю.